Сегодня проповедовать будет брат Андрей. Прошу и дублагословить тебя. Здравствуйте, праведесестры. Поговорим сегодня о зрелости. Очень многие люди, и мы сами, являемся специалистами или хотим стать специалистами в какой-то сфере. Если мы хотим стать профессионалами в какой-то области, чего-то вообще научиться в жизни, мы хотим того или не хотим, рано или поздно должны усвоить один очень важный секрет, как достигается высший пилотаж в профессии. Заключается он в том, что нужно последовательно пройти все этапы пути профессионализма. У меня есть один хороший знакомый, который имеет абсолютный слух с рождения природы. И он всегда пел, там сочиняет песни, играет на музыкальных инструментах. Но недавно он решил все-таки обстоятельно освоить эту профессию вокалиста и музыкальное образование получить. Потому что, когда он начал более глубоко и профессионально освоить, он понял, что у него не хватает вообще базы, простой музыкальной базы. И в итоге вот 45 лет сидит вместе в эстрадном джазовом колледже и с молодыми людьми рядом. В любой профессии есть база, а есть уровень, где достигаются нюансы и оттачивается мастерство. Профессионал отличается от начинающего именно крепкой такой основательной базы и умением учитывать детали. Мы, как духовные люди, как церковь, стремимся стать, быть похожими на Иисуса Христа. Стать зрелыми личностями, зрелой церковью, чтобы мы исполнили то призвание, которым Бог приготовил нас. Но на пути к этому мы можем делать ряд существенных ошибок. Спешить или медлить, вступать неправильно, не учитывая его закономерности духовного роста. И в итоге мы как-то не ощущаем, что мы становимся духовно зрелыми людьми, как люди и как церковь в целом. Но как же достигается зрелость? Зрелость – это последствия правильного духовного роста. Прочитаем Классиану с 1 по 10 стих. Павел – волю Божию, апостол Иисуса Христа. И Тимофей – брат, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования, который пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божией в истине. «Как и научились эти пофразы возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовной, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Итак, зрелость – это последствия правильного духовного роста. Если вы помните, то в послании к Колоссянам Павел очень много говорит о полноте во Христе, о зрелости. Он там такую известную фразу даже говорит, что «тудиться, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Для христиан в колоссах это было очень актуально. Но почему? Немного вот истории. Послание было написано Павелом в последние годы жизни, в период примерно 60-64 год. Церковь в колоссах была основана примерно в середине 50-х годов. То есть церковь на тот момент была от 5 до 9 лет. На тот момент они уже прошли какой-то этап в своей христианской жизни, и им нужно было двигаться дальше. И Павел хотел их сориентировать. Так что же такое правильный духовный рост? Правильный духовный рост всегда состоит из двух ключевых и последовательных уровней. Первый уровень я назвал детский уровень. Христианское детство. Детский потому, что на нем нужно учиться простым и очень важным базовым истинам христианства. Заложить правильные основания для всей нашей духовной жизни. Мы можем думать, что мы прошли хорошо или правильно этот этап уже давно и уже где-то далеко. Но проблема на этом уровне в том, что мы часто что-то упускаем или пренебрегаем, каким-то истинным бежим впереди паровоза. Хватаясь за второстепенное, упуская главное. Делая акценты на одно и не замечая другого. Несмотря на то, что в этом возрасте вообще в духовном делается очень много ошибок, много сложностей, и на удивление церковь колоссов является уникальным примером. В том, что апостол вообще благодарит христиан колоссов, как бы хваляя их за то и одобряя их за то, что они достигли, чему научились. Благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым. Но почему благодарить Бога и как бы хвалить? Одобряет их. Они, как церковь, хорошо усвоили три базовые истинные учения Христа, которые нам нужно хорошо усвоить, чтобы двигаться дальше. Первая такая истина – это надежда. Всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоуставания. Такую фразу, как «надежда», наверное, было бы лучше перевести с греческого «из-за надежды» или «по причине надежды». То есть надежда на уготованное на небесах, что нам уготовано что-то на небесах – это основа для других истин. Правильное Евангелие всегда делает основной акцент на том, что они на небесах, а не на земле. Вспомните, когда мы впервые услышали о Христе, о Боге, нам кто-то рассказал о Нем, нас захватило то, что Бог, ну, по крайней мере, меня, что Бог любит нас, меня и мне уготована вечная жизнь. У меня появилась надежда. Я тогда еще плохо знал Библию, можно сказать, вообще ее не знал, не знал ни цареградского символа веры. То есть ничего такого глубокого я еще не знал, не умел любить. Я был так народ, что Бог меня любит и меня ждет вечную жизнь. Как-то лет 18 назад у нас в церкви крестился брат, которым мы поехали к Петру вместе, начали говорить вообще, ну, там, месяц он так крестился, и мы начали говорить о христианстве. Я говорил о втором пришествии Христа, на что брат сказал, о чем ты говоришь, о какой втором пришествии? Ну, как, Иисус придет второй раз? Ничего не слышал о таком, ничего не знаю. Несмотря на то, что он плохо понимал вообще христианство, не знал вообще каких-то самополагающих вещей, он все равно пришел к Богу, он все равно вдохновил, что Бог любящий, потому что у него была очень тяжелая жизнь, он был наркоманом. С надеждой легко начать, но, как практик показывает, очень тяжело продолжить. Очень многие, когда-то ревностные христиане, я таких знаю, но довольно много людей, и горячие, начав с надеждой получить уготован на небесах, теперь хотят многое получить вот здесь, на земле. И мы сами можем попасть в это искушение, искать стремительного продвижения по карьере, поездки, путешествия, новые впечатления, это все хорошо, но в этом должен быть какой-то баланс. Но многих христиан-то захватило. По большому счету, вечная жизнь с чем-то уготованным там, на небе, уже как бы и не нужна, и мы тут хорошо. Оттого, откуда мы ожидаем воздаяния, туда мы и вкладываем свои основные усилия. Либо на земле, либо на небесах. Надежда может ослабнуть, и материализм, он и разрушает надежду. Но как укрепиться в надежде? Она началась в истине благовестия, и укрепиться может больше всего через истину. Конечно, нужно стараться читать Библию, если мы как-то прошатнулись в нашей надежде, или уже нас не вдохновляет то, что готов на небесах. Читать Библию с акцентом на то, что Бог приготовил для нас, и что духовные благословения намного лучше для нашей жизни, даже сейчас на земле. И, конечно, стараться оберегать себя от материализма, пользоваться благами, но не быть ими порабощенными. От способности жить в надежде на небеса зависит вообще способность преодолевать какие-то сложности, неуспехи, долгое отсутствие результатов в служении, в жизни. Такие этапы неминуемо будут в нашей христианской жизни. Потеряется надежда, и уже не нужна будет и вера. Она, по большому счету, будет только мешать нам в этой жизни. Поэтому все начинается с надежды. Вторая ключевая истина, которую нам надо было освоить в нашем христианском детстве, это вера. Здесь христиане колосс также оказались молодцы. Они научились жить по вере. Какие-то плоды этой веры Павел услышал и оценил. Оценил их хорошо. Вообще вера во Христа и его учения без перекосов, с неправильными акцентами, с правильным применением. Это очень важная вещь. От нее вообще зависит тоже очень многое. Я вырос в церкви, где акценты делались на многих аспектах христианства. Но на глубоком изучении Нового Завета, вообще Библии, делался довольно плохо. То есть какие-то истины усвоились, но и начали все применять. То есть был оценка Божьей на практике, без какого-то глубокого понимания, что же на самом деле скрывается за теми иными отрывками. И вот уже несколько лет церковь пришла к такому тупику. Все, не может двинуться дальше никуда. Потому что нужно вернуться и выстроить базу. Базу, нужно образование получать какими-нибудь, служителям. Более глубоко изучать богословие, чтобы исправить вот эти перекосы. И, соответственно, исправить неправильные практики, которые внедрились в христианскую жизнь. В каждой церкви есть свои слабые места. Их надо преодолевать. Вот если бы я в своем христианском языке слышал то учение, которое звучит здесь, Павлова, то или наша церковь имела бы такого слушателя, то, я думаю, мы бы вообще решали вопросы на другом вообще уровне. То есть надо ценить, конечно, когда есть человек с таким даром в церкви. Правильная вера – это важнейший фундамент для исполнения личного призывания к призыванию в церкви. Без этой составляющей никакого, конечно, дальнейшего роста не будет. Или он будет с какими-то большими перекосами. Правильная вера дает правильную практику жизни. Третья ключевая истина, которую нам нужно освоить – это любовь. Упоминание о любви Колоссян Павел подводит как бы резюме всего хорошего, что мы увидим у христиан. Давайте почитаем стихи 4, 7 и 8. «Всегда молясь о вас, услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, как и научились от епофрасы возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе». Павел упоминает именно любовь два раза в этом отрывке. Завершая вот описание всего положительного, за что он благодарит и как бы хвалит церковь. В итоге Павел, для него была важна какая у людей общая в церкви любовь. Какая бы хорошая, великая надежда ни была, какая бы правильной, крепкой веры ни была, но без любви это не имеет смысла ничто. Если нет любви, то мы познаем какого-то иного Бога, потому что наш Бог – это любящий Бог. Христиане колосс научились любви, и у их любви было два интересных качества. Первое качество их любви было нелицеприятной любовь. «Услышав о вере вашего Бога Христа Иисуса и о любви ко всем святым, каждый в этой церкви чувствовал любовь. Никем не пренебрегали – бедный, богатый, молодой, пожилой и так далее. Никакого лицеприятия люди – это какая-то удивительная вещь вообще для церкви, если честно. Второе качество – это духовная любовь, а не душевная. Не то, как мы хотим, а то, как Иисус учат. Восьмой стих, который известил нас о вашей любви в духе. Вы знаете, что дети, которых недолюбили родители, они постоянно во взрослой жизни ищут вот эту базовую, ключевую любовь. Он не в том, часто в чем надо. Это вообще тяжелая травма. Любовь – это очень важно. Важно ощутить любовь во Христе. Ощутить и уметь отдавать ее тоже. Видим во всем этом Епофраз. И был хорошим примером для них. Научил их, а они молодцы, хорошо научились. Непонятно, как можно вообще в теории научиться прощать. Мы, если будем общаться близко, рано или поздно кто-то кого-то будет обижать. Им нужно научиться прощать. Нельзя в теории научиться решать конфликты. И то, как учил Иисус, если кто-то тебя обидел, идти поговорить с Ним один на один сначала. И рассказать о своей обиде. Нельзя научиться принимать других, не понимая их, не проводя время друг с другом. Это просто невозможно. Нельзя в теории научиться жертвовать своими интересами ради интересов других. Нельзя научиться открытости и уязвимости, если мы не имеем глубоких разговоров, глубокого общения, глубокой дружбы. Не имеем даже исповеди. Помните, что писалось появиться друг к другу, чтобы исцелиться. Проступка, чтобы исцелиться. Итак, любовь к братьям и сестрам без лицеприятия. Это еще одна ключевая истина, которая является показателем, что мы правильно действуем, правильно идем. Хорошо развиваемся. Чтобы научиться любить, нужно минимум много времени неформального вместе. Вот недавно к нам приезжал в гости Георгий. Мы поговорили на много разных тем, которые неудобно, некомфортно говорить на эти темы. После Мессы вокруг круглого стола с бутербродом не идут определенные вещи. Потому что для этого нужна определенная атмосфера. Итак, христианское детство очень важно. Там вроде всего три простые истины. Но неумение жить в соответствии с ними оборачивается достаточно сложными и тяжелыми последствиями для нас лично и для церкви в целом. Как вы знаете, младенцам нужно учиться простые вещи. Спать, есть, играться. Так, и нам, христианам, нужно освоить на очень хорошем уровне. Жить надежде, жить вере, жить любви. А вот церкви, которых я знаю, их несколько штук, какой-то из этих сфер страдает довольно сильно. Либо любви мало, либо вере слабые, либо материализм погрязли. То есть где-то всегда какой-то косяк. Давайте подумаем, что не хватает нам здесь в общине. Какую истину мы понимаем, но не исполняем как нужно. Готовы ли мы назвать тот уровень отношений между братьями и сестрами в церкви, это та любовь, которой учил Иисус. Которую мы засвидетельствовали, какие парфраз Павлу, что вот здесь есть любовь в духе. Если нет, то нужно делать этому много внимания. Все равно к этому придется вернуться. Детство это довольно короткий этап по сравнению со взрослой жизнью, поэтому, как писал апостол Павел, спешим к совершенству. Давайте мы пойдем. Правильно духовный рост состоит не только из детского уровня, но и из взрослого. Посему мы с того дня, как о всем услышали, мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием Бориего во всякой премудрости и разумении духовного, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Смотрите, очень, очень, не вывелся, к сожалению, очень много встречается, если вы услышали слово во всяком, во всем, во всяком деле. Взрослый христианин – это человек, зрелый христианин, человек, который учитывает все аспекты Христа и воли Божьей на свою жизнь. Все уже. С того самого дня, как до Павла дошло известие о состоянии Колоссяна, и это известие удовлетворило, именно с этого дня он начинает молиться о том, чтобы они возрастали в этих качествах. Но сложность этого этапа, что нужно обращать внимание на все. Даже дальше Павел очень подробно говорит об этом этапе, к чему важно учиться, но мы сегодня поговорим о том, как правильно войти в этот этап, на этот уровень войти вообще. Потому что переход, подростковый период в жизни, человек очень сложный, переход от, можно сказать, детства, христианского к зрелости – тоже очень тяжелый период. И, скорее всего, колоссяне вошли на этот уровень, но не совсем верно, так как встретили там определенные препятствия, которые нужно было пройти. А препятствие заключалось в лжеучении определенном, очень хитром, кстати, что Иисус – это хорошо, но его мало, чтобы познать какую-то истинную мудрость. Беды пока еще не случилось в Колоссях, потому что, судя по тону послания Павел, это больше такой предупредительности. Но была уже какая-то опасность, потому что колосссяне начали, скорее всего, прислушиваться и к иудеям, которые там были в этом городе, или они были довольно большие общины, молодаки в соседнем городе, которые пытались склонить их к каким-то практикам, через это тоже достигается какое-то совершенство, и к людям, которые проповедовали греческую философию, как способ для познания чего-то большего. Но хитрость для этого лжеучения в том, что никто, никто Христа не отвергал. Этим это как бы и опасно. Итак, чтобы безопасно и более легко перейти на взрослый уровень, от нас потребуется обладание двумя особенными качествами. Первое такое качество – это особая мудрость. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости». Слово «премудрость» там, слово «мудрость» переводится. Чтобы познать волю Богу во всех аспектах нашей жизни, нужна, конечно, мудрость какая-то особая. Не просто, знаете, туда ходи, сюда не ходи, там хорошо, тут плохо, а уже нужны, что думает, что хочет Бог от нас в очень многих тонких моментах нашей жизни. Мы знаем из послания Акова, что мудрость – это некая такая духовная реакция на обстоятельства. Если вы помните такой отрывок, если у кого-то из вас не цель мудрости на воспитание, то просит у Бога, дающего мудрость просто и без упреков, и даст им. Мудрость дается Богом, об этом нужно только просить. Такая вот мудрость или как бы по-другому такая реакция на определенные обстоятельства имеет определенные качества. Тоже это помните из послания Аквы, мудрость, сходящая в свыше чиста, мирна, скромна, послушлива и так далее. Существа, в которых Бог нас поместит на взрослом уровне, они подчас очень непростые. Иногда нужно много всякой мудрости, чтобы правильно реагировать. Павел использует такое слово, как «просить». Он молит и просит. «Посему мы с того дня, как о чем мы слышали, не перестаем молиться, а вас и просить». На варианте перевода это слово «просить». Молить требует добиваться. Оттенок этого слова именно как-то очень настойчиво просить. Когда Павел проповедовал в одной из синагогов, в Геяниях, он рассказывал о том, как иудеи просили царя и требовали казнить Иисуса. Вот это слово там стоит. А мы знаем, что это было такое настойчивое требование. Упорство, можно так сказать. Вот без такой мудрости к зрелости перейти сложно. Нас будет много раздражать, много искушать. Потому что на этом уровне приходит совсем и новый порядок искушения. И в то же время, конечно, и новый порядок откровения о Боге. На взрослом уровне, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Поэтому написано «во всякой премудрости». Нам нужно оттачивать детали с нашего характера, нашего поведения, нашего мыслительного процесса, наших реакций, которые угодны Богу. У меня есть брат, несколько примеров в своей жизни больше. Хорошо очень, это было уже давно, лет 13-й, усвоил вот этот первый трик базовых истинных крестьянства. Надежда, вера и любовь. Его вынули с работы хорошей за то, что он проповедовал, там крестилось ряд людей. Но все равно его уволили. Он был очень любящим человеком, и у него была крепкая вера, проповедовал где только можно. Но пришли взрослые вызовы в его жизнь. Он столкнулся там с проблемой в семье, серьезной, с своим ощущением как мужчины, что он достиг, что не достиг. Такой был очень сложный, тяжелый переходный этап. Нужна была немножко другая уже реакция на обстоятельства. По-другому нужно было реагировать, по-другому нужно было думать. И вот в этот сложный период, который каждый будет проходить из нас, наверное, ему попался такой очень умный человек, который очень искусно перевел его взгляд с Христа на обычную такую жизненную мудрость. Смысл которой заключался в том, что расслабься, ты сам себя загнал в определенные рамки, а вообще ты уверен, что Иисус существовал. Это были, понятно, что ряд разговоров интересных, серьезных. В итоге человек полностью потерял веру в Христа, общение не верит, и жизнь ему, конечно, сейчас очень далека от той, которая ждает Бога. Чтобы перейти на взрослый уровень, нам понадобится особая мудрость. Молиться о ней, прося Бога очень настойчиво. Чтобы на этом уровне, без нее на этом уровне нам не тяжеловато. А иногда даже невозможно. А на взрослом этапе нам потребуется еще одно важное качество, особое. Это мышление. Особое мышление. Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли во всякой премудрости и разумении духовном. Разумение духовное – это то, как мы мыслим, это уже наша часть. Павел использует слово «разумение». Это сообразительность, это понимание, рассудок, разум, знание. Это слово Павел использует в 2 Тимофею 2,7. Он говорит, что трудящимся земледельцу первому должно вкустить плодов. Разумение, что я говорю, это даст тебе Господь разумение во всем. То есть он говорит второе слово «разумение во всем» – это и есть это слово. Он говорит, подумай о том, что я тебе говорю. «Поразмышляй сам, и Бог тебя направит». Мы думаем, прикладывая усилий, Бог дает понимание. Здесь уже важны наши усилия. Нам нужно получить определенные знания, стараться думать, анализировать. Более глубоко и Бог обязательно направит наше мышление к верному пониманию. Итак, если мудрость – это некая реакция в ситуации, то разумение духовное – это больше способность правильно оценивать. Оценивать себя, оценивать ситуацию, свои мысли, свою реакцию, углубляться в истину. Колоссянам была задача разобраться с этим лжеучением. Им нужно было вникнуть, в чём его суть, совершить какой-то трудоёмкий процесс, разобраться. Видимо, они не очень хорошо это делали, поэтому Павел пишет ему правильное послание. Вот это послание, где очень много говорит о полноте во Христе. Не все могут хорошо это делать, и я не всегда был готов к определенному уроку лжеучениям. Я помню, когда я только крестился, через полгода я шёл по улице, и мне навстречу идут две бабушки. Они говорят, давайте мы то что, Библию полистаем с вами, посмотрим. Я говорю, ну, конечно, давайте, сейчас полистаем, я вам расскажу, как надо жить. И они там так искусно мне показывали, от Рыбки отец, сын, отец выше, сын ниже, Якова, туда-сюда. Я просто вообще растерялся. Я говорю, ну, подождите, ну, вот Иисус, он тоже Господь. Я говорю, да нет, посмотрите, молодой человек, вот Библия, вот ещё, вот от Рыбки, вот ещё. У меня не хватило вообще знаний, вообще что-нибудь сказать. Единственное, что у меня, ну, это были среди Якова, как вы поняли, у меня единственное, что хватило, это правильная реакция, я сказал, я в это всё не верю, я верю, что в Троицу, но доказать я это им не смог. Я себя почувствовал после разговора с Иисусом, что меня просто распластали, знаете, так, положили на лопатки. Ещё один у меня есть знакомый, очень близкий человек, был во Христе тоже, очень тоже хорошо начинал, но вот прямо вот по классике послания Колоссян, вы знаете, Иисуса не было достаточно, человек продолжил изучать восточный религий, продолжил. Он раньше был у них и снова потом начал почитать. Мы с ним говорили, зачем ты читаешь, это же всё уже понятно с ним, нет, это тоже интересно. И вот прошло 13 лет, мы с ним полтора недели назад встретились, и в его мировоззре ничего я только не услышал сейчас. Все самые популярные точки зрения о том, что Русь – это великая такая цивилизация, историю которой стёрли, что против нас заговор Ротшильдов и Рокфиллеров, реркорнация, эгрегоры, Иисус Христос, апостол Павел, первородный грек, любящий бог, который находится в каждой травинке и так далее. То есть всё, я пытался там два часа разобраться, как это всё у него вообще сочетается, честно говоря, так и не сочетается. Не сочетается у меня в голове, это сих пор, у него пытливый ум. Он хорошо знал Писание, но человек пренебрёг вот Христом, и вот так тоже трагично. То есть это реальная опасность. Если у нас не хватает определённого знаний, если мы не умеем глубоко вдумываться в тело лжеучения, то есть те, которые вокруг нас, мы можем легко на них попасться. Как развивать духовное мышление? Ну, конечно, молиться, как это делал Павел, очень хорошо помогает наставничеству. То есть, конечно, иметь какого-то кухонного наставника, но это прекрасно, который поможет оценить нашу жизнь. Если мы сами не можем оценить, то другой, по-моему, может это оценить, сделать правильный, дать мудрый совет, и который, конечно, будет тоже молиться за нас. И нужно вникать в истину глубоко, стараться уже на другом уровне изучать Библию. Не просто отрывок днём, а глубже. Специальные знания, специальные вебинары, которые проходят, которые проводит Павел. То есть нужно как-то дальше углубляться в Писание. И так, чтобы перейти на более взрослый уровень своей духовной жизни, нужно иметь особую, конечно, мудрость, чтобы понимать, как реагировать в сложных ситуациях, которые будут встречаться. И иметь духовное мышление, способное вникать очень глубоко, больше, более глубоко, чем мы привыкли. Впереди нам, каждому из нас, и общине в целом предстоит какое-то исполнить призвание, предназначение. Нужно к этому готовиться, становиться зрелыми людьми. Нужно освоить хорошо эти три простые истины, о которых мы говорили. Возможно, Бог вот эту общину задумал как центром, конвергентом такого движения, более тесного общения церквей, участие в совместных таинствах, в служении другим. Это довольно сложная миссия. Потому что наверняка на этом пути встретится отвержение сопротивления других, даже братьев и сестер из других общин. И тут нужна, конечно, надежда. Люди будут говорить свои представления о вере, о Христе, о выяснении, о Писании. И нужно, конечно, разбираться в вере, нужно иметь правильную веру. Много наверняка будет недоброжелательности. И нужно уметь любить, нужно прощать, нужно все равно общаться с людьми. Давайте развиваться духовно правильно. Не упуская ничего и набираясь о всякой мудрости и разумении. И поспешим к совершенству. Об этом и помолимся. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты показал, в чем сейчас у нас слабость есть. У каждого лично и как у Церкви в целом. Помоги нам, если мы что-то забыли или упустили, вернуться на шаг назад и научиться восполнить то, что нас недостает Господь. Мы также просим Тебя, чтобы ты даровал нам особую мудрость в исполнении нашего призвания Господь. Потому что довольно сложно бывает, и нам не всегда хватает этой мудрости Господа. Дай нам духовное уразумение, чтобы мы правильно могли оценить, где мы сейчас находимся, что происходит вокруг нас, что происходит в жизни Господь. Чтобы мы не растерялись. Отец, благослови нас во всем этом. Во имя Иисуса Христа и молимся. Аминь. Аминь.